вот видите вот это все ждет гостей за саженцами и уже вторую неделю никто не едет уже испортились груши на деревьях их нет здесь лежал хороший запас сладких но они начали гнить и все я их пустил на семечки на семена я буду еще держаться ладно вот полюбовались идем дальше сейчас я вот сюда камеру поставлю вот так вот и закончу разговор и так продажи саженцев обрезаны не обрезаны лет 8 назад я подошел вижу что женщина торгует саженцами а есть люди которых уже примелькались я знаю уже я говорю ну ладно давайте без имени без фамилии здравствуйте здравствуйте вот вы продаете вас и которые есть нету а зачем то есть продавец не знает что часть саженца нужно отрезать сбалансировать с корнями даром того что это и вот она говорит ну я вас уважаю объясните что к чему ну то время меня по телевизору показывал абакан показывал ксс показывал сяногорск показывал даже шушенский канал был есть тоже показывал вот и естественно она меня знает в лицо знает вот она говорит вы железо железо зачем обрезать это продавец говорит я объяснил вот прошло два или три года что вы думаете сейчас это один из моих серьезно анекдотических рассказов смех сквозь слезы слезы сквозь смех я на сяногорском рынке вот она а ты потом была третья встреча вот третья встреча бойцы вспоминает минувшие дни а вторая встреча была такая я иду она меня увидела метров двадцати перед ней покупатель увидела меня издали приветливо руками машет я подхожу чуть ли не обниматься и вдруг а я-то уже первый разговор то забыл она достаёт секатор и говорит вот видите я секатором вот но я думаю это самое сейчас она от человека отрежет и так совпало что он купил этот саженец который был на это на два мешка выше его роста он его покупает я говорю ну так это отрежьте ему это как какую-то часть вот она берет примеряется отрезать потом передумала и говорит константинович отрежьте вы ему я беру секатор говорю сейчас ему отрежу часть крона это надо лучше проживется как он не просто схватил саженец он же был оплачен он рванул примерно как спринтер я не знаю поставлю бы он рекорд будет на стадионе он бегом от меня убежал с целым саленцами тронутой кроме вот это было а потом она говорит но мне иногда удается отрезать 10 сантиметров убедить из двух метров а мы пожаловались друг другу мы потом виделись еще один раз я снял этот фильм и кто помнит этот фильм она уже на рынке но сидит уже в этот раз на кабине машины я стою рядом снимаю интервью с ней она говорит константинович как вы гремите вас везде знают на каждой рынке она перечислила канц качинск назарова этот самый на пути красноярске девногорск вот я везде торгую везде спрашивают про вас я думаю спасибо конечно вот что спрашивает но это вы понимаете что люди которые ну продолжили тему вспомнили мужика который убежал рванул от меня чтоб я ему не дай бог не отрезал хотя бы верхушку вот я говорю вы понимаете в это есть такое дело я говорю вы только не обижайтесь на меня я говорю что у вас действительно знает меня но знает и вас и где-то уже пообещали вам это я ей говорю женщине пожилой извините вам пообещали морду набить она говорит почему ну догадайтесь сами массовая гибель саженцев нет вы же не не обрезайте они не позволяют обрезать вот так разговор зашел тупик и получается так она съездила продала и в тот город больше не едет она прекрасно знает что морду набить не набьют но под деньги потребуют обратно вот володя филиппио прекраснейшие саженцы великолепные всегда восхищался им восхищался его фруктами восхищался его саженцами это слава идет о нем у кого покупал или пилкова покупал да есть такой круглорица как зовут володя легко догадаться что это опять же про филиппио вот я к нему подхожу ну дальше догадывайтесь подходит мужик у меня саженц погиб он тоже не ничего не не задавая вопрос не спрашиваю ручает ему следующее тот пошел он же устал он от всего от этого самого вот от того что ну обратная сторона медали это не только тебя хвалят 10 похвалит а 11 скажет саженец ваш мертвый это ты вот возвращайте деньги или давайте взамен другой хорошо когда другой тогда не так обидно вот это наша жизнь а почему это вот начали мы чего вы видели коробки вот вы знаете это таня позавчера или когда слезы стояли в глазах уже когда-то с получились это еще виси 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 саженцы до сих пор это звонит и говорит саженцы неправильно саженцы неправильно вот и это доводит ее до этого до белого коленя доводит ее до буквально до инфаркта вот она то видит на рынке саженцы это крупнее в два раза она хочет крупнее два раза она она считает ошибку сделала что надо было на рынке купить но 99 процентов это смерть вот что страшно ребята а здесь ну когда человек покупает 10 саженцы в ритане а потом скажут что один погиб но посадили геопатогенную зону не сами не знают это ну по статистике деде из 10 9 прекрасных саженцев да тут молиться богу надо что это что есть питомник где из 10 10 для плодношения 9 дошло нету по стране такого нигде нету очень страшно там наоборот из 10 дай бог один это потому что выпал снег он какое-то время под снегом отсиделся мне все знакомо я в центре паутины я как тот паук вот отовсюду идет информация отовсюду вот об обмане этих самых об массовых массовых потерях это это невероятно что творится борюсь как могу вот такие фильмы снимаю думаете это я вам показал сейчас вы знаете у меня есть целая подборка мне присылают фотографии таких саженцев дебильных такие посылки эту посылка к это в 10 раз меньше той чтобы вы видели а реклама если клан ой я сейчас открою ой открыл посыл какой саженец я смотрю на этот саженец вот думаю господи боже мой что ж ты это сам это людям голову морочь ведь ты засланный казачок тебя попросили попозировать и повосхищаться саженцем да ты замашь раны вначале 5-7 ран на полметровом штамбе все боковые ветки отрезаны чтобы в узкий пенал что пошел саженец к чертовой матери поотрезали все боковые ветки длину оставили а боковые ветки все отрезаны зияют раны а саженец то полметровый и восхищаться этим приучать людей к этой саженец должен быть такой все выговорился пошла последние минуты и сам отключится это же самое съемка на этом телефон на этом фотоаппарате ну все друзья пока сейчас все один фильм сниму очень важный фильм сейчас нет времени даже сделать типа анонса до свидания своим друзьям говорю хватит покупайте у меня тысячи саженцев выращивайте их и даже не привитое продавать даже это лучше чем мы на рынке купите вранье это с фотографиями где размеры яблони с фотографии делают яблони размером с арбуз представляете абрикосы размером с это самое с теннисный мяч не спитпонговский а с такой которым играют на большом теннисе и все это принимается за чистую монету ладно выговорился до свидания